На одном из складов в зоне АТО сегодня был ранен часовой. В штабе заявили о нападении диверсантов в Добропольском районе. Атаку помогли отбить военные, которые прибыли на подмогу охране. Всего на передовой 11 обстрелов с начала суток. Самая сложная ситуация на Луганском направлении. На позициях в этом районе работал Геннадий Вивденко. Добраться на линию фронта непросто. Машину приходится выталкивать в журналистской группе своими руками. Стали известны обстоятельства жестокого боя, который произошел 23 ноября. Здесь на Бахмутской трассе, вблизи поселка Крымское. Он длился с самого утра до полудня. Украинская мобильная группа проверяла местность на наличие мин. И столкнулась с отрядом врага численностью 10-12 человек. Бойцы приняли решение атаковать и преследовать боевиков. Никто не хотел никакой славы, никто не хотел никаких подвигов. Пацаны выполнили свою работу. Ворог был помеченный. Нужно было что-то делать, потому что он мог пройти в тил двум ротам и нашим соседям. От нашего соседшего пункта до позиции сепаратистов 30 метров. Вышли на перехват вражеской группы. После того, как боевики стали отступать, команда преследования из 12 украинских бойцов попала в засаду. Как выяснилось, там завчасно у них было подготовлено и укрепление, и споруды, и в огневые позиции. И была подогнана и важная техника. Это была действительно гармата, но танковая гармата. Четверо украинских солдат погибли в бою. Трое были ранены. Один после ранения попал в плен. Вражеские интернет-ресурсы уже выложили в сеть видео с ним, где слышен характерный российский акцент. Давай, смотри, я скажу, что больше не это. Двадцать раз не лазите? Двое раненых бойцов в это время героически выходили из вражеского окружения. Заминували муху там, чтобы дебил ее поднял и подорвался. И так произошло, когда их хотели просто добить, считая полоненными. Потом заминували повторно, и еще один был баран. Выбачьте, убитый. Додумались дочекаться ротации, изменений. И в тот момент просто шкурнули через трассу и вышли на наш спосторожный пункт. Бой длился с восьми утра до половины третьего. Пришлось задействовать украинские минометы. По словам наших солдат, огнем снесли весь фланг обороны боевиков. У врага значительно большие потери. Количество погибших оккупантов подсчитывается штабом нашей бригады по радиоперехватам. Минометная батарея была подключена. Но это была минометная батарея, позволена Минским угодом и вот со другого калибра. После нашего короткого интервью с участниками боя враг снова открывает огонь на Бахмутской трассе. Так, речь давайте. Они пометили большую количество людей на КСП. Что ты, что это понимаешь? Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Продолжение следует...